Амфетамин Было установлено, что это тоже амфетамин весом 15,5 граммов. Возбуждено уголовное дело за приобретение, хранение и перевозку наркотических средств. Молодому человеку грозит до 10 лет тюрьмы. Региональный следком остался без начальника генерал-майора юстиции Александр Геланцев ушел в отставку. На посту руководителя следственного управления он проработал 7 лет. Коллеги отзываются о нем как о профессионале высокого класса, требовательном и в то же время отзывчивом. За время работы Геланцева в области были раскрыты громкие уголовные дела о группировке Восьмерочных в Гусь-Хрустальном, банды черных риэлторов и банды Анатолия Мазура. Среди коррупционных дел были начаты расследования в отношении экс-директора Тепличного Виктора Шляхова, бывшего главного налоговика области Сергея Кошелева и многих других. Кто теперь будет возглавлять региональный следком, неизвестно. Пока обязанности начальника исполняет первый замруководителя регионального следкома Андрей Ялин. Открыли учебный процесс. В Камешковской школе номер один после капитального ремонта возобновились занятия. Этого момента 800 школьников ждали с начала учебного года. Срок сдачи объекта после реконструкции все время переносился. И вот, наконец, дети вернулись к занятиям в родных стенах. В итоге ремонт в здании длился чуть меньше года. Потрачено на работы 250 миллионов рублей, 100 из которых деньги из региональной казны и 150 затраты инвестора. В школе обновили спортзалы, классы, коридоры. Приоборудована столовая, частично заменена мебель. В профильных кабинетах установлено новое оборудование. Для старшеклассников открыт медиа-центр. Жители районов смогут пройти бесплатное обследование. В отдаленные территории региона приедет мобильный автомологический комплекс. Выезд медицинских бригад организовали в рамках частного государственного партнерства. В январе врачи приедут к жителям Гусь-Хрустального, Меленковского, Петушинского и Суздальского районов. В ходе обследования проверят 180 человек. Пациенты пройдут обследование и получат консультацию врача-офтальмолога. Для приема при себе необходимо иметь паспорт полиса СНИЛС. График выезда мобильного автомологического комплекса можно посмотреть на нашем сайте 6tv.ru. Владимир Суздальский музей-заповедник в тройке самых посещаемых. Таков итог мониторинга новогодних праздников Министерства культуры. В первые дни января наш музей принял 61 тысячу человек. Больше по 85 тысяч человек побывали только в музее Московского Кремля и Третьяковской галереи. По числу гостей в СМЗ обошел даже Государственный исторический музей и знаменитый Эрмитаж.